всем привет меня зовут андрей с вами магазин горные вершины и в сегодняшнем видео я хочу вам рассказать о таком немаловажном аксессуаре как горнолыжная маска я вам постараюсь рассказать на что обратить внимание при выборе и вообще чем глобально все горнолыжные маски отличаются друг от друга ну начнем с того что маски прежде всего будут отличаться по форме света фильтра бывают маски сферические а бывают маски цилиндрический что такое сферическая маска физическая маска это такая маска у которой светофильтр имеет такую вот выпуклую скажем форму в виде полусферы цилиндрическая маска такого такой формы не имеет она просто выглядит как стеночка цилиндра зачем же все это нужно зачем нужно вот такое разделение на сферическую цилиндрическую прежде всего Основным плюсом сферической маски является то, что она имеет лучшую обзорность как горизонтальную, так и вертикальную. Цилиндрическая маска – это тоже неплохой вариант, но обзорность несколько хуже, но не кардинально. Следующий момент, которым отличаются горнолыжные маски – это так называемая категория светопропускания фильтра. Количество света, которое маска может пропустить от окружающей среды в ваши глаза. Условно принято ее обозначать буковкой S и цифркой от нуля до трех. Соответственно, чем больше эта цифра, тем темнее получается маска. То есть нулевка, она получается совсем будет прозрачной. Вот такой. Это просто прозрачное стекло, которое пропускает весь спектр солнечного света. И если это наоборот будет категория третья, которая пропускает мало света, это сделано для того, чтобы когда яркое солнышко, мы не делали вот так вот, и нам было комфортно и хорошо все видно. А еще у масок есть такая штука, как фотохромный фильтр. Его еще называют фильтр «Хамелеон». Его идея в том, что он меняет свою степень светопропускания в зависимости от того, насколько светло вокруг. То есть когда яркое солнышко, он становится более темным, когда туман и пасмурно, или вечером, он становится более светлым. Это довольно удобно, когда у вас одна маска на все случаи жизни. Также, если вы хотите одну маску на почти все случаи жизни, можно рассмотреть такой вариант, как маска со сменой фильтром. Как правило, это один темный, троечка, и второй более светлый, какая-нибудь двойка или единичка. Или может быть даже нулевка. Также еще пару слов о цвете самого света фильтра. Бывают фильтра желтые, розовые, зеленые, синие, красные. Для чего все это нужно? Все просто. Это нужно для того, чтобы обеспечить лучшую обзорность на склоне, лучшую видимость при различных условиях освещенности. Цвета такие, как желтый, розовый, они обеспечивают более контрастную видимость. Соответственно, вы лучше будете видеть рельеф. И напротив, если вы где-то будете кататься в горах, где яркое солнышко, лучше выбирать такого плана. Фильтр темный, зеленоватый или синеватый. Также, если вы собираетесь кататься с ребенком, можете не переживать. Индустрия позаботилась о детях. Для них существуют специальные маски, которые немножко меньше, благодаря чему ребенку будет ней удобно. На что еще стоит обратить внимание при выборе маски? Смотрите, на большинстве масок, практически на всех моделях современных масок, сделано сдвоенное стекло по принципу стеклопакета. Два стекла, между ними воздушная прослойка. Это сделано для того, чтобы маска не запотевала из-за разности температур. Также существуют такие вещи, как антибактериальное покрытие внутри, на поролоне, вот на этом, которое прилегает к лицу. А как же быть тем людям, которые носят очки? И индустрия позаботилась и о них. Для них существуют специальные маски, которые носят индекс ОТГ, что расшифровывается как «Over the glasses» – поверх очков. Это практически обычная маска, но есть нюансы. Ее можно спокойно одеть поверх ваших обычных диактрических очков. У нее есть конструктивные особенности, которые позволяют сделать это легче. Она имеет вот такие вырезы здесь, которые позволяют дужке обычных диактрических очков не упираться в раму и спокойно можете их одевать и снимать. Также еще хотел отметить одну конструктивную особенность многих масок. На ремешке сделана такая специальная силиконовая вставка. Здесь она выполнена в виде бренда. На многих масках это просто одна или две таких полоски. Это сделано для того, чтобы ваша маска не скользила по шлему. Кстати, о шлемах. Выбирая маску, очень желательно ее мерить со шлемом. Потому что бывает такое, что не все маски подходят к шлемакам. И может получиться так, что у вас образуется некоторая щель между маской и шлемом. Либо наоборот, будет очень сильно давить и будет неудобно. Хотя в большинстве случаев все современные маски дружат с современными шлемаками. Скорее всего, проблем не возникнет. Ну вот, пожалуй, все основные моменты, которые касаются выбора горнолыжных масок, я вам рассказал. Если у вас остались какие-то вопросы, обращайтесь на магазин, звоните, пишите в комментариях. Мы с удовольствием ответим. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. С вами был магазин Горные Вершины. Пока!